ВООРЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ВООРЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ продолжают проведение специальной военной операции на Украине. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковска Днепропетровской области. В Полтавской области на военном аэродроме «Миргород» уничтожен, выявлен в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка. В оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 85 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники. По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпене тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в пущей в Одинском лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей военных преступлений России. При этом в качестве бесспорных доказательств в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих. Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные средства массовой информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова